итак всем привет и мы продолжаем играть за сша в total cringe и в прошлой серии у нас началась война с японией японцы сильны у них не маленький флот я бы сказал примерно наш самом деле поменьше по линейным кораблям но в целом все еще достаточно солидный посмотрим как они все будут показывать кстати говоря я понял куда они инвестировали свои деньги у них было меньше сверх тяжелых линкоров теперь их 5 ну-ка мы здесь найдем до 12 ямато и 3 их то еще более совершенных сверхтяжелых линкора посмотрим как они себя покажут я чувствую что мы просто разбомбим никогда такого не было и вот опять тем не менее промышленность них солидная к что конечно уже уже точнее я бы сказал меньше нашей но тем не менее они все это время воевали были под войной экономикой я думаю что то они противопоставить могут и они я думаю будут сейчас атаковать нас вот здесь вот в его восточной азии поэтому нужно будет перебрасывать скорее всего вот этот армию которая сейчас находится на восточном побережье в я думаю малайзию надо попробовать защитить здесь британские владения все-таки здесь есть куча ресурсов которые японцев давать никак не хочется мы посмотрим как мы будем воевать и давайте еще поищем если у японцев тора тора бафы и слушать если они есть то они не здесь а они в решениях и мы их увидеть не сможем тем не менее здесь равно бафов многовато ничего у нас уже готовятся вот здесь вот дивизии к вторжению мы еще исследуем десантный корабль когда мы пятую дивизию сюда вторжение до обучаем этого парня ну и целом и вообще готовы защищаться готовы атаковать сейчас начнем перебросать авиацию сделать раньше нельзя было потому что филиппин не было не были под атакой японии вообще это очень смешно выглядит здесь как бы очень удобно когда она ваша марионетка и в принципе плюс-минус так оно и было я думаю так что очень странно что мы там не можем не строить кроме фокусов не войска туда закинуть корректно то есть надо проход брать и ставить туда и авиацию тем более самое главное не может заранее поставить ну ничего переброска начинается поехали а нет мы не не можем все еще перебросить туда авиацию я подозреваю на чтобы мы вступили в союзники и тогда уже и они вступят союзники кстати говоря мы здесь нашли первую битву другой вопрос кого я хотел бы туда отправить вообще наверное вот этот флот я бы хотел чтобы в первую очередь вступал в битвы что у нас сюда едет нас сюда легкий крейсер едет но наверное наверное что у нас пускай вот этот нет самый слабый из них давайте вот это тогда отправим да вот это мы пока что сказать ставим так это вот так вот сделаем поехали выско у них проходит ну так себе увидели бы разработчик этого мода что происходит ворта blaze вот этот просто смешно даже не знаю у них просто буквально нету шансов с такими вот выставками ну да удачи и там еще без авиации вот красненькая но это это фейк информация то просто да просто там еще есть кому реинформировать точнее ну типа того и вот они до умирают здесь они сюда еще видите даже да вот выбросили дивизию и мы их сейчас окружим и уничтожим просто просто и нас вот это уже кстати говоря очень плохо вот наш надо спрятать срочно если где-то это еще нету этот лот должен срочно отступать вот сюда и нам нужно восполнить потерю это очень большая потеря и это показывает то что так нет это построить а вот это давайте сразу наверное побольше я еще параллельно начинаю строить подлодки и я думаю будут делать потом эсминцы это показывает то что у нас черт возьми у них точнее есть жесткие бафы на атаку портов и дал флот в портах лучше не держать так просто еще у нас здесь нету авиабаз мы должны были видимо их построить хотя я ждал что они здесь уже будут было бы логично или у нас был бы какой-то фокус на не для себя и бас просто-напросто нету она ничего мы сейчас будем здесь возводить тогда я вижу японский флот не здесь 8 авианосцев вообще в этом регионе судя по этому количеству авиации лучше не сражаться и принципе лодки тоже брать потому что они просто ну там у нас все зарейдит честно говоря так что так вот будем потихонечку я думаю работать смотреть получается не получается слишком много авиации так понимаю вот отсюда взлетает что этот над одних авианосцев конечно не летает и до слишком много авианосцев 20 процентов авиакрыльев здесь работает это очень неэффективно с японской стороны конечно о наконец-таки филиппины присоединяются к нам вот теперь мы можем туда отправить авиацию авиация думаю станет повеселее у нас есть десантные корабли так что можно потихоньку готовиться к выставке и вместе с этим строить авиабазы в филиппиях потому что ну нам здесь нужно будет конечно же авиация причем максимум ее и как я и говорил войска сейчас будут плыть вот сюда в дефонце взял этом право прохода думать сможем туда закинуть поддержку вот этот регион на плосе запретить для флота и сделать полную моторизацию снабжения думаю тоже а мне хватает машинок но наша экономика я думаю через некоторое время это все чудо покроет вот гигант пробуждается можно присоединиться к союзникам и я думаю это надо сделать 8 дней нам очень поможет если мы будем в одном альянсе вы бы все видите можем сможем там строить так речь позора да ну и филиппин у нас не возьмут я чувствую никогда в жизни больше вопрос что там у японцев забав я думаю на них переключимся только для ради того чтобы показать если там что-то в решении просто видим это в баф решениях находится и его не показывают нам надо узнать если там какие-то бафы против нас или нету с точки зрения того ну сильны ли японцы вообще и слушайте я не вижу здесь нигде никаких бафов я может конечно что-то не знаю но неужели японцев реально не дали бафов до удар по порту не бафнут и точно с морской авиации не бафнут и боевые вылеты не бафнут и японцы бы реально не дали даже боевый дух как же их тора 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 чем они вообще должны побеждать черт возьми очень странно и слушайте тут идет битва и нашло туда выезжает давайте посмотрим как пройдет наша первая битва с японцами я ожидаю что нормально но мы можем в теории проиграть у них есть еще много авиации хотя не слушайте не так много как у нас у них размещениях лучше у них больше флота новые корабли вступили в бой москва авиация противника превосходство мне кажется нас обманывают ладно любом случае вроде как они отступают хотя у них получше все и у нас можно прокачать этого парня но это фейк информация слушайте ну не так что и хорошо нас все получаем по себе народ но у них видите здесь тоже потихоньку прочность падает сверх тяжелых кораблей 4 процента мы уродно носим солидный но и получаю тоже вот от 30 30 процентов у корабля надо понять что у них очень много согласия на именно в этих сверх тяжелых линкорах смотрим корабль потопили но ничего не потеряли самое интересное так еще одно вторжение идет это морское сражение морское сражение здесь еще идет сиамском заливе а где выстка странного допустим возможно это потому что у нас корабли здесь очень низкую прочность имеют и нам об этом говорят да так и есть нас линкором тут потопят надо помнить что это старые линкоры так что их не слишком жалко но конечно всегда терять линкоры неприятно и сверх тяжелых линкоры тоже задамажены терял легкий крейсер но я бы сказал что все таки это скорее победа скорее победа но конечно с надежкой целом можно сделать отправить вот это на починку отправить какие-то еще вот такие вот корабли на починку чтобы они не влияли слишком на ход боя вообще я бы все это поставила починку у нас здесь был соседний флот и будут править на патрулирование как раз таки в регион где сейчас был бой чтобы нашим свежим флотом попробовать перехватить отступающие японские силы еще выносит суд этого подразделения перебрасываем сюда и пробую здесь что-нибудь найти хотя я чувствую что они уже успели сбежать наш вот примерно неплохо распределился по различным базам и сейчас будет максимально быстро ремонтироваться где сможет пока этот флот собственно говоря будет пробовать вести боевые действия и слушать я думаю о чем нам сильно долго ждать мы можем в принципе попробовать уже высадится я не вижу в этом какой-то особой проблемы давайте делаем так этот же флот пускай пока защититься и мы присоединяемся к союзникам так и давайте сразу мы хотели закон о военных полномочиях для этого надо сделать армию сша поехали сюда и япония зломана супер продолжим злом германии теперь а потом уже и всех ее марионеток вообще можно то есть минус параллель начать потому что нам не сильно важно германию сломать быстро высказить готова начинаем посмотрим получится ли нам с ходу так вот взять остров без особой подготовки все шансы на это есть неплохие сфере они чинятся на опасном острове здесь вот на островах чиниться опасно очень надо бы вот так вот сделать всем этим островам честно говоря чтобы флот сюда не старался вообще не плыть и все нас приглашают союзники давайте все это она все отлично принялась сама так этот флот насчет пускай арку восстановит этот флот нас все еще сейчас будет чиниться отлично вот это пока особо ничего не делает можно им уже вернуть приказы я думаю боевые потому что но объективно говоря патруль уже здесь не получится мы уже так просто флот не найдем японский тому же я чувствую что они здесь и не делают и хотя нет слушать сообразие канаве есть если ну прямо здесь может не быть флота надо так что их будет спровоцировать на битву здесь я думаю мы по моему перехватывая небольшой японский флот здесь нет не перехватываем мой флот не успел вступить в бой что ли те а я еще не поставил мне в общем-то надо поставить себе будет от этого парня на маневры 12 полетки мне нужно таск один скорости флота это очень много это очень солидно вот здесь вот есть сражение но это только с подлодками это не интересно конечно же но я думаю если мы сделаем не вот так ну-ка задамаженные корабли давайте починитесь по-быстрому пожалуйста насколько вы это можете вообще очень не все союзников поэтому этого происходит медленно верфей там маловато конечно он скоро дочинится вот этот флот ну то дождать пока этот авианосец починится это конечно займет еще некоторое время тем не менее плюс-минус мы восстанавливаемся я думаю есть смысл сделать вот так давайте-ка опять таки уберем здесь все приказы пробуем спровоцировать вот здесь вот на битву их но здесь есть очень много авиации мы сюда еще сейчас потихоньку перебрасываем так что думаю ситуация для нас очень-то выгодная и скоро наши вот эти вот потребления прибудут в малайзию авиация тоже уже летит постепенно заполняем все здесь пустые места вот эта толщина будет родить конвои он не слишком этому эффективен но во первых будет это выполнять успешно все еще и скорее всего мы таким образом будем топить японские до дивизии 44000 хотя по факту мы особо с ними ну не воевали даже да хотя это могут быть и дивизии которые высадились но постепенно мы какие-то дивизии будем здесь перехватывать так армии сша есть делаем закон о военных полномочиях так вот и таким образом рано или поздно мы найдем русские корабли которые здесь есть которые эти конвои пытаться защищать и должны спровоцировать и японский флот ответить на это и уже потом в битве мы должны конечно же будем разбить и пункт все пытаются что-то высадится но это все выглядит конечно очень смешно у нас зеленый воздух только наверное авиаштурм и атаку я никем не провожу но мы это еще исправим мы встретили небольшой флот противника мир сыгра ведь второй флот стоит на поддержке такие битвы будет входить и на самом деле достаточно удобно у нас один фото кимуром перехвата есть у нас конечно крылья воздушные не так хорошо работают но нормально нормально меня в целом устраивает их работа и я хочу наверное перебросить этого авиация которая здесь сюда чтобы она здесь отрабатывала ну и очередное японское морское соединение получает очень много урона останавливаться а они еще подкрепление что забросили до установится японцы так как мы не могут сожалению для них тем не менее и нам нужно бы знаете что сделать обязательно здесь переключить во первых вот так сделать во вторых вот этот флот либо наоборот вот этот наверное все таки вот этот я думаю лечить здесь в патруль думаю мы реально сможем еще найти с отступающий флот после этого еще можно наш авиас отправлять в различные места теперь тоже не забывая всегда вставляю теперь обратно им работать и днем и ночью после тренировок и я думаю мы вполне все можем отправить часть авиации в африку помочь союзникам ну и наверное вот сюда тоже хотя здесь все переполнено так что скорее всего просто вот сюда сейчас будем здесь выигрывать воздух и слушайте японцы успевают закрывать еще какие-то корабли и конечно без позиционирования но все равно работаем по ним солидно и опять таки мы не топим не так много но урон наносим конечно очень большой а чинить это все японцам ну я думаю достаточно проблематично и так битва закончилась теперь видите как здесь много флота очень важно отделить отсюда самые поврежденные корабли чтобы они нам в бою не мешали они все равно будут снижать позиционирование но они будут очень уязвимы и так эффективны на дистанции поэтому отделяем все на починку что скорее всего ее требует более-менее целой единицы в принципе можно оставить и готовимся к повторному бою надеюсь мы сможем найти русский флот но это не гарантированно что-то мы находим но это не выглядит как флот хотя что-то видите появляется появляется думаю шансы есть а вот этот слот кстати говоря был практически практически готов давайте они пускай будут тренироваться но дочиниться а потом до тренироваются все кому нужным что здесь еще необычное я бы не хотела такие иметь корабли в бою еще что очень важно у нас генерал все этот адмирал точнее качается это всегда тоже очень приятно или мы практически нашли их флот он успел видимо отступить а нет вот вот и нашли этот лот не хочет сражаться но вообще надо надо всегда потому что может любить японское подкрепление и нам тогда нужно будет наше подкрепление но в целом пока мы о сверх тяжелый линкор сейчас ямато потопим что он здесь без поддержки 1 подходит японский флот понимает что надо такое прикрывать но в целом показать что успешно и у нас наше подкрепление скоро сюда подойдет уже точнее да как будто да 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 ну слушайте опять таки руна носим самое главное в целом война пока идет на море у нас конечно отлично а кстати я забыл но мы тут высаживались как вы можете помнить на острова следовательно мы сейчас должны продолжать просто-напросто и ну выглядит все так как будто мы можем брать любые острова которые хотим что этот мы взяли я думаю мы сейчас по вот этим всем попрыгаем и по выбиваем и здесь может они нам периодически бомбятся флот в собственно говоря морских наших базах и это нам конечно не интересно начнется вот этот флот и теперь я думаю будет он до обучаться авиация на ней тоже должна быть до обычно если где-то нужно это еще наши первые три новые подлодки входят также под командование нашему адмиралу джесси линдорфу и он будет иметь думаю здесь оперировать солидно так а я думаю почему этот флот там не сражается он сражается здесь опять-таки снова снова сверхтяжелый линкор падает под атаку еще авианосис тоже слушайте мы имеем реальный шанс их потопить только сфокусировать атаку 23 процента нет он ушел нашел на оставил за собой много трупов прикрытия и мы можем его вполне себе думаю найти снова временем здесь еще ремонтируется флот и здесь я тоже его ставил временно на ремонт вообще чувство его надо отсюда перебросить куда-нибудь на нашу морскую базу безопасно это только на гавайях я чувствую так что поехали туда эти пускай да пока обучаются чуть-чуть а вот и браво американские солдаты входят в малайзию сказать сразу же идут на фронт и потянут готовится наступление но я думаю этот флот тоже бы починить и вот этот прислать ему на замену где этот флот чинится все еще здесь да все еще не совсем готов нет я хочу не вступать этот бой наверное уже у меня флот достаточно поврежден ему пойти на починку я думаю вот сюда как раз таки целью вывести из этого боя японцы привели сюда свежую группировку надо отойти нам вот сюда так вот закончил здесь битвы давайте ты пожалуйста отправьтесь сюда господи как он не хочет сюда ехать но нет доедет и сейчас этот вот здесь я думаю дочинится к этому моменту здесь ему не так много чиниться и сменит пойдет обойдет обратно здесь у нас не так много кораблей поэтому можем его тратить эти вот резервы которые мы построили респионы изначально не был таким что и большим мы теряем в основном только эсминцы так что мы так вот я помню потеряли один авианосец в один момент так что в целом у нас все кей только немножко по подлодкам ориентироваться вот эти регионы мне больше не интересно по подлодкам я думаю будем в основном здесь работать закон о военных полномочиях есть нам бы manpower уже для этого нам нужно будет сделать фокус на это избирательная служба так понимаю остальное давние имеют все это закрыто поехали нужно уже manpower поднимать пока что нам это не нужно было так сильно по той простой причине что ну а кстати этом надо по той простой причине что ну у меня дивизии новые я не делал авиации хватало на авиацию и на флот уж хватало уже пора и скоро будет пора нам нажимать кнопочки на про максимизацию пробки мы все еще не на военной экономике в сорок втором году это конечно немножко забавно и я все-таки поставлю себе на морской маневр парня ну что как я говорил это очень сильно 11 скорости это если у вас 30 км в час ником и узлов в час едет плод то он будет ехать под 33 3 километра это очень 3 господи километра все-то всегда говорю километре и про флот вы помните что это я говорю про узлы о чем мы следовали новые стремители конечно же мы их начинаем уже грейдить потому что весь авиационный опыт нам больше становится уже некуда тратить и от нас будет теперь лучше и блин потихоньку дочиниваем все конечно как я говорил японцам сложнее восстанавливаться что у них меньше верфей но при этом чиниться им ближе не здесь кучу морских баз в отличие от нас у нас здесь только союзной базы у которых нету блин верфей и мы можем потерять сингапур это было бы очень не кстати поэтому я сюда отправляю поддержку и не забываем потихоньку забирать японские острова в том числе и остров мы забрали продолжаем просто двигаться постепенно дальше а микс хостопает союзники да конечно получили мы сеттер добро добровольцев супер можем теперь побольше дивизий начать разворачивать но все-таки на складах хватает ресурсов и сейчас пойдем вот сюда исполнительный приказ я думаю это пока нет потом нас там где-то уже будет скоро 4 свободы но наверное между этим сделаем промышленно времени чтобы военных заводов побольше построить и будем дальше смотреть ну конечно я хочу план программ победы но с этим я уже смогу поставить военную экономику с четырьмя свободами и я думаю на этом моменте мы сможем нормально уже строится это высказать готова и мы берем я думаю сейчас очередные острова как сигаря у нас еще одна дактрина пехотная изучена супер идем конечно же дальше по ним пока я все не смотрел на все эти так планы вздушного налета японские внутренние острова успешно за служить то давайте и здесь просто нету гарнизонов я все это время не высаживался чтобы ну повоевать на море но оказывается я мог высаживаться когда угодно куда угодно потому что японцы не ставят здесь гарнизоны как-то я честно говоря разочарован потому что до этого момента вот я хотел похвалить этот мод тем что ну на море у меня действительно хотя бы какие-то битвы происходит и они происходят помедленнее я хотя бы чувствую вот здесь морские битвы перед на самом деле достаточно хорошо я говорил молодец ситуация так себе на данный момент но мы работаем над этим и так наш вот здесь практически полностью на вид восстановился этот почти готов этот я думаю готов этот готов это готов ему помогать следовательно что следовательно мы готовы выступать давайте-ка вот этот лот нас поедет на рейды а этот поможет когда японцы возьмут наживку и мы пока находим лишь легкий флот прикрытия конечно же мы его уничтожаем но я думаю японцы должны среагировать и начать попробовать как-то помочь им и видите мы сейчас начнем медленно-медленно душить японские войска здесь потому что припасов они больше не увидят и мы нашли один японский флот здесь вот здесь только неполный эти корабли вышли из боя здесь видимо был бой с этими подлодками но мы таким уровнем перехватили просто авианосец который отстал от группы видимо и я думаю можем до вступить в бой с этими кораблями и наше подкрепление уже здесь это конечно позиционирование сейчас немножко убьет но это до того момента как их флот зайдет мы кстати говоря вот эту авианоси можем выбить но нет не везет нам но в целом битва конечно же складывается в нашу сторону да успели выбить лично японский флот потерпел еще одно поражение пока что победных битв у них не было кроме одного успешного налета на нашу морскую базу еще одна битва которую мы тоже побеждаем так как раз таки вот я здесь флоту дал приказ на поиск кораблей и мы вроде как успешно их находим вот сюда можно резинфорс нельзя ну ладно видимо бои закончились не совсем ничего но здесь у нас ситуация не очень на японский так много теряют на самом деле вопрос как много потеряем мы там если потеряем малайзию на самом деле достаточно много исполнительный приказ есть можно четыре свободы скоро выйти май уже хватит так и сделаем накопим потом 10 дней возьмем его побыстрее и вот мы встретили еще один бой и опять таки японцы отступают мы теряем немножко сменцев но по урону точно в плюсе да и по кораблям итоге тоже вышли тоже не все появляется больше и больше желания отступить отсюда потому что ну мы явно здесь не очень хорошо сражаемся у нас здесь не хватает горючего снабжения у этой базы тебя будто должно быть но отвезти не хватает не хватает нашей авиации здесь а у них я так понимаю снабжаются они успешно от это кажется неприятно ну все по всему да я думаю надо выводить сюда ребят мы удирать ее не сможем лучше подумать об контратаке потом так что выводим ребят и 1 июня сейчас будет какие-то прайд ивенты не знаю что это но допустим у них кстати говоря должны быть в один момент дебафы за счет островов мы теряем преимущество до видеть вот она так что нам очень выгодно на самом деле эти острова захватывать а значит мы будем конечно же просто продолжать и вот очередная высота поехала здесь кажется мы отменяем приказ сразу и обратно на починку наверно то что мы отсюда выводим войска я думаю флот может выводить точно не будем как и авиацию если она вдруг будет здесь еще работать хотя но нам очень не хватает здесь там же не давайте поставим здесь еще одну морскую базу вот это мы уже не будем достраивать будем надеяться что с этой морской базой стороне у авиации появится вот июнь 4 свободы поехали искать будет военная экономика будет это все уже следующей серии у нас пошла жесткая война на море давайте немножко переключить на советский сезон покажу что здесь происходит а кстати говоря июнь там немцы должны в теории а там надо время что прошло наверное еще пока не могут второе летнее наступление сделать но тем не менее советский союз я думаю уже на коне германия потихоньку думают умирать хотя стратегические бомбардировки мы еще пока не проводим мы только настраиваем нашу стратегическую авиацию и наша армия еще не готова вторжение мы все-таки в основном задействованы вот здесь тем не менее я думаю германия уже пропадет вот мы очень хорошо разбиваем японский когда я думаю угрозы их флота не будет а видеть мы снизили уже где-то на 70 кораблей количество флота то мы сможем я думаю перебросить первую часть лота сюда тоже осмотреть как и какие-то уже наземные силы потому что если мы здесь все безопасно контролируем то нам нигде не высадится да и нам просто даже не нужно здесь будет держать так много войск и мы сможем задуматься над конечно же вторжением в европу но это серия ребят подошла к концу с вами был до подписывайтесь если вы не подписаны лайки комментарии ребята группа дискорде все как обычно и до скорых встреч пока